Ну я не могу без работы. Просто не могу. Если захочешь, найдешь. Это я точно говорю. Сто буду. Занимаюсь своей деятельностью, шью дом на заказ. Самозанятая? Да, самозанятая. Сейчас, да, официально самозанятая. Но были тяжелые времена, не скрою. Печаль. Оставались без работы на долгое время? Насколько это проблематично было? Проблематично остаться не без работы. Проблематично пережить то, что ты остался без работы. Чтобы обрисовать примерный портрет человека без работы, мы обратились в Центр занятости Тамбовского района, одного из самых крупных муниципалитетов. Его население больше 100 тысяч, одна десятая всего региона. По-моему, достаточная выборка для того, чтобы составить объективное мнение. По статистике, средний возраст безработного около 35 лет. Большая часть из них – женщины. Чаще всего это люди без высшего образования. Не все имеют и среднее специальное. В 2020 году в Центр занятости в поиске подходящей работы обратились более 4,5 тысяч человек. Трудоустроились почти 2,5 тысячи соискателей. 60% из них устроились на постоянную работу. Самый пик высокий уровень безработицы у нас приходился на август месяц. Конец августа месяца. У нас было безработных 1200. И уровень безработицы составлял 2,3. Сейчас в банке вакансий Центра насчитывается 850 рабочих мест. Обратиться за помощью можно как лично, так и через портал Госуслуг. Дистанционно с апреля месяца можно встать и на учет биржи труда. Проводят здесь люди от одного до четырех месяцев. Это можно сделать, открыв на портале свой личный кабинет. Зайти туда, заполнить заявление. Заявление проходит, межведомственную проверку выгружается у нас в комплексе специализированном. Мы видим это заявление, связываемся по телефону соискателем работы. Предлагаем ему предоставить нам дистанционно документы. В период пандемии в рамках государственных программ жители Притамбовья проходили профессиональное переобучение. 78 человек получили новую специальность. Почти 500 человек устроились на временную подработку. 125 человек повысили свою квалификацию. Павел Юрасов, Станислав Попов, Ольга Кириллова, Область новостей. Пусть вам помогут. Возьмите свои документы.